Всем привет! Сегодня приготовим красивый салат, который поразит всех своим вкусом и изысканным видом. Нам понадобятся самые обычные продукты, чтобы создать настоящее произведение искусства на столе. Маринуем лук для салата. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук перекладываем в небольшую мисочку. К нему насыпаем пол чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем горячей водой. Перемешиваем, чтобы растворились соль и сахар. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пока маринуется лук, подготовим остальные ингредиенты для салата. Соленую сельдь нарезаем небольшими кубиками. Для салата понадобится половина селедки. Две вареных картошки трем на мелкой терке. Две средних морковки тоже трем на мелкой терке. Три вареных яйца трем на мелкой терке. Складываем салат. На дно тарелки кладем тертый картофель. Выкладываем только половину. Равномерно его распределяем по блюду. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем нарезанную соленую селедку. Используем половину приготовленной рыбы. Распределяем ее по салату. Кладем половину маринованного лука. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем слой из тертых яиц. Их берем тоже только половину. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Ее выкладываем всю. Распределяем по салату. Все ингредиенты стараемся выложить так, чтобы получилась горочка. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем вторую половину картофеля. Делаем сеточку из майонеза. Снова кладем нарезанную сельдь. На селедку выкладываем маринованный лук. На весь салат сверху наносим майонез. И последним слоем выкладываем тертые яйца. Равномерно распределяем их по всему салату. Готовим украшение. Три яйца разбиваем в миску. К ним наливаем 3 столовых ложки молока. Немного солим. И перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Разогретую сковороду немного смазываем растительным маслом. Третью часть смеси выливаем на сковороду. Жарим блин на среднем огне сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Диаметр моей сковороды 24 см. Из этого количества яиц жарим 3 таких блина. Одну вареную свеклу трим на мелкой терке. К тертой свекле добавляем через пресс 1 зубчик чеснока. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Заправляем 1-2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Кладем блин и выкладываем на него приготовленную начинку из свеклы. Равномерно ее распределяем по блину. Сворачиваем плотным рулетиком. Таким методом начиняем все яичные блины. Приготовленные яичные рулетики разрезаем на небольшие кусочки около 2 см. Салат украшаем импровизированными цветами из блинов. Выкладываем их так, чтобы оставалось небольшое расстояние друг от друга. Все промежутки между рулетиками заполняем листьями петрушки. Если вы планируете подавать салат не сразу, а на следующий день, то украшения для салата готовьте за 2-3 часа до подачи. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень красивым и необычным. Готовиться несложно и с его приготовлением справится каждый. Такой салат станет настоящим украшением стола. Также в этом видео я покажу еще один вариант салата, который украшен яичными рулетиками. Вторым приготовим салат волшебный. Он очень вкусный, ингредиенты все доступные и их немного. Готовится такой салат просто и достаточно быстро. Он подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе. Моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон и посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки, примерно 2 минуты. Сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с двух сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Филе уже готово. Вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими брусочками. Три яйца разбиваем в миску. Немного солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Хорошо разогретую сковороду смазываем сливочным маслом. Выливаем третью часть яичной смеси и жарим сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. На другой стороне готовим буквально несколько секунд и снимаем с огня. Из этой массы жарим три таких яичных блина. Пока блины еще теплые, сворачиваем их трубочкой и оставляем их до полного остывания. После остывания трубочки из яичных блином нарезаем колечками. Стараемся, чтобы колечки не разваливались. 250 г огурцов нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем брусочками. Нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На дно большой круглой тарелки выкладываем микс из салатов. Я использую одну пачку салата весом 180 г. Диаметр моей тарелки 28 см. На салат наносим сеточку из майонеза. Сверху выкладываем нарезанную куриную грудку. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем на тарелку выкладываем огурец, нарезанный брусочками. Опять наносим майонез. Сверху аккуратно раскладываем яичные рулетики. Все украшаем зеленым луком. Сверху посыпаем кунжутными семечками. Кунжутные семечки можно заменить измельченными орехами. Салат готов, можно подавать на стол. Салат волшебный, получился очень вкусным и красивым. Яркий вид салату придают салатные листья и яичные рулетики. Сочность придает свежий огурец, а сытность мяса. Приготовьте такой несложный салат, я думаю он вам тоже понравится. Если вам понравились рецепты таких салатов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры сделал DimaTorzok